Всем большой привет, друзья! Мы вернулись из отпуска ради того, чтобы узнать такой турнир, как Лига Наций. Со мной новоиспеченный магистр журналистики Александр Дегтярёв. Саня, тебе большой привет. Давненько мы с тобой не виделись. И ты, естественно... Буду молчать всю программу. Не знаю. Молчать ты не будешь всю эту программу, потому что ты сейчас расскажешь о Лиге Наций и по ставочкам, естественно. Да, конечно. Лига Наций — это очень непривычный, неоднозначный турнир. Да, он заменит отчасти товарищеские игры сборных. Ну и вместе с тем победители своих лиг в Лиге Наций, как бы это ни звучало, могут получить путёвку на чемпионат Европы досрочно. То есть помимо квалификации на чемпионат Европы, можно получить путёвку и через этот не совсем, наверное, как это сказать, серьёзный, наверное, турнир. Он в первую очередь расценивается как товарищеский. Но перейдём специально для Александра Мостового я хочу объяснить то, что команды, которые проходят через обычный групповой этап отбора на чемпионат Европы, он не участвует в плей-офф Лиге Наций. Участвуют другие команды, которые рангом выше. Саша, запомни это. Давай ставочки. Я тоже это запомню, я же тоже Саша. Да, но не Мостовой. Ну, к сожалению, да, и волосы короткие. Ну, на нашу сборную букмекеры на самом деле не рассчитывают. С учётом, какой состав Станислав Черчесов привезёт в Трапзон, в принципе, всё логично. 1хб даёт на победу сборной России 3.44. Это самый низкий коэффициент. Самый большой даёт винлайн 3.53. Нет, прошу прощения, Олимп ещё ниже оценивает возможность турков 3.35. Ну, так вот, в целом это очень-очень-очень много, потому что турки, я думаю, в этой игре тоже будут ставить определённые эксперименты, как говорил Александр Пушной в одной из своих программ. Да, везде Александры. Да, в конце концов, тут не отнять. На турков 2.30 в среднем. 2.31 это 1хб, 2.34, 2.35 это Олимп и винлайн. В целом достаточно немало. Ну, и как бы на ничейку там коэффициенты тоже выше 3. В целом любой исход может состояться, по крайней мере. Потому что мы ещё не знаем, как относятся футболисты к турниру под названием Лига Наций. Да и они сами этого, по сути, ещё не знают. Я думаю, в первой игре всё пока. Сейчас, друзья, мы будем, получается, наблюдать за тем, кто в итоге займёт второе место в группе после сборной Швеции. Итак, сборная Турции, сборная России. Первый тур Лиги Наций. Понеслась. Ну что у нас сегодня? Федя Смолов исполняет роль Артёма Дзюбы. Артём Дзюбы исполняет роль Федя Смолова. Не поехал он в Трабзон. Так, Трабзон. Да, Трабзон. Ого, ты видал, что турки вытворяют? Вот что Лига Наций животворящее делает. Животворящее. Рауш. Парень очень желёзный. Не поехал на Чемпионат мира, но, напомню, он получил травму прямо за три дня до оглашения состава нашей национальной команды. О-ё-ё, чё-чё-чё. Посильнее, посильнее. И ещё ногой добавить, Антон. Это же Зе Болотный. Это Зе Болотный. Подожди, а, нет, его на... Суд, ну он реально практически так с ними идёт на поле. Да нет, он... Он забивает лучший голый сезон из Зенита. Ему, короче, надо сейчас срочно сесть на банку и минут за 20 выйти на поле. А бутылку что? А? Лучшая Лига мира, друзья. Лучшие представители сегодня играют. Лучшая Лига мира это всё-таки... О-ё-ё-ё-ё-ё! Это футбольная небесная лига. Я не понял, что сейчас делал Лунёв. Он же видел мяч прекрасный. Просто падал на него и не попал. Он такой стоял, наверное, думал, как там Игорь делал. Да-да-да. А мячик-то... А, ну ладно. Сейчас Голосцы будет, да? Ну да. Нет. В принципе, Луня-то хорош. Луня тащит этот удар. А что нам делать? А нам вот так вот делать. Потом вот так и... Как защитник сделал, да? Угу. Да. И в итоге, что делать в сборной России с такими великими игроками, как Заболотный... Сборная России сейчас... ...перспективным игроком Борисом Рутенбергом, который очень грамотно разряжает обстановку в своей штрафной площади. Слушай. Если я не ошибаюсь, то ли в Сочи, то ли в Краснодаре. В Ростове. А, в Ростове. Ну, там как бы юг. Я поэтому все это путаю. Но потом там город, мой город. Твой город. Да, и Ростов берет, сворачивает ковры. И переезжает на стадион Олимп-2. Потому что Баста приехал, к нам приехал, к нам приехал, Заболотный дорогой. Смотрите, а? Это птица дерево. Баклан, 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 братан. Это птица дерево. Как я прилетел с Зенит, ребята? Вот так вот своим ходом. Ой-ой-ой. Че творит? Че творит? Какое-то было легкое. Вот так вот надо праздновать. Вот так. Как это было просто? Ну, это толстой. Парень решает момент. 2-1. Гол в раздевалочку. И сейчас Станислав Соламочка ведет своих ребят душ. Те, кто там у кого шея длинная, парни. По статистике. Что у нас по статистике? 7 ударов против 4. 4 ударов в створ. 1 в створ у сборной России. В принципе, статистика вот уже правдивая по сравнению с чемпионата мира по футболу. А знаешь что? Владимир, ты мячом больше у тебя. У меня еще и реализация лучше. У тебя 50%, а у меня 100%. Зато у меня 2 гола на счету. А у тебя? У тебя у меня 2 гола на счету. Россия за 10 минут до конца уже чувствует, что они сейчас уже проиграют этот мяч. Счет становится 2-1 до сих пор. Эй, 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 эй. Становится 2-1 до сих пор. Мне понравилась твоя формулировка. Что происходит? Что происходит? Что? Это как? Давайте разберем повтор. Давайте. Кто кого не разобрал там. Никто никого там не разбирал. Как мне показалось. О, воспитанники Милана. Удыхали. Челхан-углу, который смог реанимировать свою карьеру. Ну, как мы сейчас видим. Просто взял и тут... Да, поехали. Получил мяч, отдал. Пропустил. Зачем? Зачем пропустил? Непонятно. Ну, отдал на Челхан-углу. По-моему, это был Орда. Щелк. А кто на добивании? Конечно же, никого. Да. Никого на добивании. 3-1 сборная. Турции становится лидером в группе B2. Б2 тоже. Мы в морской бой играем. Да, B2. Какой же он гол уже остался? Станется лидером в этой группе. Итак, после последнего гола явно подъехала фура с дизморалью к Андрею Луню. После первого гола явно. Да. Посмотрим. Посмотрим. Как этот парень сам на себя не похож. Как в плане... Да. У нас опять вибрирует стол. Ну, да ладно. По игре. Реально ли так? Все так, как может сложиться на самом деле. Только у меня плотное ощущение, что сборная России проиграет минимально, но не 3-2. Я думаю, счет будет 0-1. 3-1 прием. Субтитры сделал мир. Уже скоро стартует. Первый матч будет уже сегодня, 6 сентября. Точнее, он уже играется. Это матч Грузия против Казахстана. Это серьезно. Ну, а далее там, конечно, будут играть всякие шарашные конторы в духе Германии, Франции, Испании, Италии, Польши, Исландии и так далее и тому подобное. В общем, смотрите Легунации, смотрите Дивизион Д больше. С вами был Александр Дегтярев, Роман Полинсков. Увидимся уже на следующей неделе, где мы вернемся к лучшей Лиге Мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok